Пустые баночки о продуктах питания, мы говорили о БАДах. В сегодняшнем видео мы будем говорить с вами, связанно с уходом за волосами, за кожей лица, ну и немножко декоративной косметики. То, что у меня закончилось, я готова расстаться, выкинуть. И то, что мне очень сильно понравилось, я вам могу советовать, рекомендовать. И сама буду покупать до 2020 году. Итак, приступим. Значит, давайте начнем с ухода за волосами. Закончилось у меня такое средство от марки Шварцкоп, профессионал. Это профессиональная линейка, спрей и кондиционер, 200 мл. Вот такое вот... Кажется, она была двухфазная, да. Его надо было взбалтывать перед применением. Расход средний, не могу сказать, что минимальный, но средний. Здесь дозатор идёт, расплёскивался. Дозатор достаточно хороший. Средство очень универсальное, очень хорошее. Легко не утяжеляет волос, легко волос расчёсывается. После мытья волос, если вам не хватило где-то там кондиционера или там маски, если вы маски делаете, конечно, вам хватит этого. Допустим, если вы используете кондиционеры, вам не хватает блондинкам, милированным, длинные волосы. Это очень хорошее универсальное средство и хорошо расчёсывается, помогает, не спутывает волосы. И, соответственно, волосы увлажняются, увлажнённые чувствуются и не выпадают. Так что хороший такой вот кондиционер. Присмотритесь, уже это не первая у меня баночка, бутылочка. Буду обязательно покупать. Так что в профессиональных линейках, в профессиональных магазинах она продаётся. Следующая тоже профессиональная. У меня закончились две красочки, которые я пользуюсь. Покрасилась перед Новым годом. Это у нас марка Вэлла, профессионал Блондор. Осветление. Это мягкое осветление на основе масел. Здесь у нас 200 грамм. Вот такая вот коробочка. Кто знаком с красками, с красителями и с профессиональными линейками, то есть об этом много можно не говорить. Вот такой вот бутылёчек. Значит, закончился у меня. Мне хватает этой ёмкости на три раза точно. Я не крашу всю голову, а крашу только корни. Ну, а, соответственно, там намелирование. Если это тоже, мне кажется, раза три, ну, два точно хватит. В зависимости, сколько у вас количество волос. Хорошее средство. Знаете, в простонародье называется ромашка. Если вы придёте в профессиональный магазин, я так понимаю, на основе ромашки она сделана. Вы скажете и, как бы, ну, должны понять вас. По крайней мере, меня понимают. Для любых техник блондирования очень хорошее средство. Очень мягкое. Меньше вредит волосам и сушит, чем блондаран. И оно действительно очень мягкое. И поэтому осветляет очень здорово, очень хорошо. И закончилась у меня краска тоже от марки Шварцкопа, профессионал, Егора Роял. В оттенке 9.1. Кому-то, может быть, если надо. Хорошая краска тем, что хороший цвет. Мне очень нравится цвет. И из-за этого я только её покупаю. Здесь у нас блондин Сандре. Немножко с таким жемчужно-перламутровым оттенком. Он, конечно, подсмывается. Но хорошо нейтрализует желтизну. Желтизна потом не вылезает. Хотя в зависимости, до какой степени уровня вы осветлели волосы. Это тоже очень важно. Технические моменты. Краска. Что-то они изменили там формулу. Стала более мягче. Не сушит волос вообще, по крайней мере, мой. Наоборот, хорошо, как бы, так сказать, заполняя чешуйки. Что хорошо, даже волос становится мягче. Поэтому присмотритесь. В принципе, тоже продаются в профессиональных магазинах. Неплохая краска. Так, следующее. Давайте немножко здесь у меня декоративки закончились. Пойдёмте. Закончились у меня две туши. Первая моя любимая тушь, которую я всегда вам показывала. И которую я буду покупать. У меня уже новый бутылёчек лежит. Это коричневая тушь от марки Lancome. Вот такая вот щёточка. Щёточка очень классная. Сейчас фокусируется как раз. Здесь коричневый цвет. И непростой, а такой перламутровый коричневый цвет. Прям не хочет. Вот такая вот щётка. Хороший коричневый цвет. Он не краснит глаза. Что очень важно. Наоборот, даже если у кого, допустим, голубые, серо-голубые, зелёные, он пигмент вот этот высвободит. И будет хорошо у вас за глаза смотреться. Мне, в принципе, туши хватает надолго. Даже если они чуть-чуть подсыхают, я их размешиваю каплями для глаз. Ни в коем случае не водой. Есть капли, в аптеке продаются для глаз. И я несколько капель размешала. И дальше она также служит. И нормально всё. Гипноз. Долл Айс. Ланко. Коричневый. Это второй номер. Хорошая тушь. Присмотритесь. Мне очень нравится. Не отпечатывает. Не сыпется. Даже она у меня нестойкая. И в плохую погоду, в мокрую. Допустим, когда дождь, слякоть или снег. Ничего подобного не отпечатывается. Хорошо держится на ресницах. Поэтому мне очень нравится. Сейчас она у меня на глазах. Не знаю, видно, нет. Классная тушь. Следующая тушь. Давно она мне служит. Давно не может никак закончиться. Это герлер. Покупала я тушь. Очень давно. Очень давно, девочки. Вот такая вот щёточка. Щёточка достаточно тоже хорошая. Тоже коричневая. Я очень люблю коричневые туши. У меня это, конечно, есть и чёрные. Но я люблю коричневые. Вот такая вот щёточка. Тоже достаточно хорошая щётка. Но нет на конце вот этого заострения, как у Lancome. Когда я её купила, там было очень много туши. То есть, это 0,3 оттенок мока. Очень много состава. Мне пришлось постоянно тушь, вот эту вот щёточку очищать, чтобы вот этих вот не было слишком много комков. Поэтому она мне долго-долго служила. Наконец-то, как бы, она уже всё там, вот уже сколько можно уже выжать, заканчивается. Очень... Вообще, Герлен, у них составы всегда такие насыщенные, жирные. То, что в декоративке, там, я не знаю, в парфюмах, в ароматах. И вот очень такой вот состав жирный здесь. В том плане, что когда ты смываешь тушь, то есть, если Lancome просто смыла всё, никаких разводов нету, эту тушь приходилось смывать достаточно долго, тщательно, потому что её много. Вот самой вот этой консистенции, она такая вот вся жирная, плотная. И поэтому мне нравится марка Герлен, но покупать ещё раз тушь я эту навряд ли буду, потому что у меня есть Lancome, мой любимый. Но тушь могу рекомендовать, кому нравится, как бы, очень классно. Сразу выразительные глаза, и утолщает, и удлиняет, делает объём. Классно, просто, да. Ну, как бы, со смывкой немножко есть, там, нелегко будет, нужно будет тщательно это всё делать. Щёточка тоже хорошая, то есть, небольшая, не люблю большие щётки, они постоянно там задевают что-то вокруг глаз. Эта щётка хорошая, и прокрашивает прямо от корней хорошо. Так что присмотритесь, Герлен классный. Это всё у нас люкс-линейки. И следующее, что у меня закончилось, тоже послужило надолго, это марки MAC, румяшки, с оттенки Just A Vibe, Blush, не знаю, я правильно произнесла, я лучше вам так вот покажу. Не знаю, видите вы, да. Тоже долго мне прослужили, такие холодные розовые румяна, ничего не осталось вообще, то есть, даже показать нечем. Они холодные, они такие холодные розовые румяна были, очень холодные. Ничего уже нету. Классные румяшки, это минеральная их линейка, здоровские, поэтому могу рекомендовать. То есть, такой вот румянец, как сморозится, тем более, если вы холодный цветотип, как и я, очень классно будет смотреться, здоровско. Как будто вы там пришли. Они ещё, знаете, имеют такой лёгкий шиммер, и свечение, можно даже хайлатор не носить, то есть, вот сделать как бы на скулах, немножко на ямочке румяшки, и здорово смотрится. Поэтому присмотритесь, очень здорово, прекрасно. Может быть, даже опять же, я возвращусь к этому цвету, посмотрим. Пока что я ещё в раздумьях. Классные, классные румяна. Это декоративка. Теперь у меня всё, всё, что у меня есть, это остаётся у меня уход. Я могу вам сейчас рассказать. Значит, первое, дезодорант. Ну, это тоже как часть ухода. Обязательно. Значит, дезодорант у меня от марки Веледа. Дезодорант достаточно недешёвый, продаётся в аптеках. Но всё равно я вам его рекомендую. И мне понравился дезодорант. Но к нему надо, конечно, привыкать, потому что это шариковый дезодорант. Вот здесь написано то, что без солей алюминия, что очень важно для нашей слизистой, потому что у нас в наших, ну, как слизистой подмышками, очень быстро проникают какие-то компоненты, компоненты, которые, если мы, допустим, с алюминием дезодорант разбрызгиваем, пользуемся, то это быстро проникает в наш организм. Без солей алюминия, значит, это натуральный дезодорант, 24 часа, цитрус, запах. Что могу сказать? Сначала, первое время, здесь 50 мл, в первое время мне было тяжело привыкнуть, это шариковый дезодорант, мне было очень тяжело привыкнуть после распылителей. Ну, я приноровилась, и, в принципе, не могу сказать, что он держится 24 часа, но всё равно мне дезодорант нравится лишь только того, что он действительно натуральный, и, естественно, я как бы от натурального дезодоранта больше не уйду, буду пользоваться и вам рекомендую. Может быть, я попробую есть веледы в распылителе, и там есть, естественно, другие какие-то запахи. Также хочу попробовать дезодоранты сайта iHerb, то, что там очень хорошие отзывы, рекомендуют. Но этот дезодорант, запах замечательный, то есть он не едкий, не термоядерный, такой нейтральный. Но то, что шариковый я приспособилась, я наносила дезодорант, немножко как бы размазывала рукой, и, в принципе, оно держалось. Либо промакивать бумажной салфеткой. Такой вот способ. То, что 24 часа она не держит, это 100%, но всё равно как бы запах устраняет. Такое, конечно, состояние сухости не даёт, как это было при распырителях. Ну, привыкаешь, и всё равно человек ко всему способен привыкать. Поэтому главное, что он натуральный. Рекомендую присмотреть. И, конечно же, буду обязательно покупать. И следующий уход за ручками. Мне дарила свою кровь вот такой вот кремушек от марки Арифлейм. Я его добила. 75 мл. Кто занимается Арифлеймом? Ну, я просто не занимаюсь, поэтому могу вам рекомендовать. Очень хороший крем. Что от крема нужно? Чтобы крем питал и увлажнял. Мне это самое главное. Хороший, допустим, запах. Запах у этого крема отличнейший. Когда я наносила крем, в основном я это делаю, либо когда у меня высыхают, ну, прям сохнут руки, да, но всегда на ночь, даже если не сохнут, я всегда наношу. И когда уже ложишься спать, нанесла крем, руки просто глухают. Классно вообще прям. Чувствуешь этот аромат, этот шлейф. Поэтому классный до сих пор запах. Прям изумительный. И изумительный. Да. И хорошо увлажнял, хорошо питал. Я не люблю крем, когда он сильно плотно ложится и прям такой, знаете, плёнкой, какой-то там вот жирной такой плёнкой. Я этого не люблю. Я люблю, когда крем хорошо впитывается быстро и когда он увлажняет. То есть не чувствуешь сухость, чувствуешь гладкость. Этот крем исполнял свои функции. Поэтому ещё раз повторюсь, что могу вам рекомендовать, кто занимается рефлей. Если мне кто-то опять подарит такой же кремушке, я буду очень рада, конечно. Поэтому классный, здоровский. Всё остальное у нас остаётся уход за лицом. Итак, приступим. Приступим. Давайте с очищения. Что у меня было и что понравилось, могу рекомендовать, что буду приобретать и что закончилось. Когда-то я несколько видео назад показывала в одном из видео, оставлю ссылочку обязательно, по поводу косметички, K-Beauty с сайта Herb. Там были позиции мини, допустим, которые можно было попробовать и понять, нравится, не нравится, надо заказывать полноразмерку или нет. Одна из позиций была, это Alclayne Balm Hemish. Вот такой вот бальзам для снятия макияжа. Мне он очень понравился. Чистенько, пусть-то. Мне очень понравился. Это корейское направление. И я обязательно буду покупать полноразмерку вот после Нового года. И вам рекомендую. Сейчас я пользуюсь, господи, маслом, которое гидрофильным, слово забыла. Тоже мне нравится корейское направление. Но я хочу вот как бы бальзам вот этот вот обязательно купить и пользоваться. На него очень хорошие отзывы, рекомендации как от блогеров, так и на самом сайте iHerb. Так что рекомендую, присмотритесь. Очень здорово. Он стоит в порядке полу тысячи рублей. Но, как блогеры говорят, хватает 3-4 месяца. В принципе, мне этого достаточно. Надеюсь, что тоже мне надолго хватит. Полноразмерку буду заказывать обязательно. Следующее, то, что у меня закончилось, это от марки Клиник. Вот такое вот... Что это у меня было? Это у меня был не гель, это у меня был крем. Тоже крем как для снятия макияжа. Это уже как... То есть, как бы хемиш, это тут мы используем как первая ступень очищения, а это уже как вторая ступень очищения. Я пользуюсь сейчас только две ступени очищения, когда смываю косметику. Даже если у меня нет косметики, я всегда, каждый вечер, делаю двухэтапную ступень очищения, потому что это восстанавливает микрофлору вашего лица, вашей кожи. Это устраняют всякие высыпания, подкожные, неподкожные. То есть, я этому приучаю, практически приучила своего сына-подростка. И, естественно, есть результат. Это видно меньше высыпаний, и кожа говорит спасибо, благоухает, очищается, очищаются поры, и восстанавливается кожа. Очень здорово. Значит, возвращаемся. Это у нас идёт крем. Да, клиник, он у меня был. Я покупала от клиник щётку, и мне пришёл косметичка тоже с... А, нет, это было не в косметичке, извиняюсь. Это было вместе с щёткой, как подарок. Вот это вот крем для очищения, то есть для умывания. Хороший крем, очень мягкий, очень мягкий. Мало пенится. Я думаю, что здесь ПАЖ хороший, но не пишется, потому что чувствовалось по состоянию кожи. Поэтому, в принципе, могу рекомендовать от марки клиник хорошее. И хорошо очищала, и как и второй этап, здорово служила. И в то же время вообще не сушила кожу, не стягивала. Классно, здорово, мне очень нравится. Поэтому присмотрите, здоровская умывалка. Следующее я хочу вам показать тоники, которые у меня закончились, которые я использовала. Первый тоник покупала я в золотом яблоке. Значит, это у нас вот такая вот марка. Тонер, увлажняющий, с гиалуроновой кислотой. Это корейское направление. Здесь было... Так, сколько у нас здесь? 248 миллилитров. Очень такой тонер. Значит, он был у нас, вспоминая просто, тоже могу рекомендовать. Я его покупала по акции. Но что он делал? Да, он увлажняет? Он увлажнял. Да, он работал. Хорошее увлажнение. Ну, в принципе, больше тонер ничего из себя не представляет. И не как бы... Вообще, тонер, он имеет такую функцию, после того, как мы очистили кожу, сняли, допустим, макияж вечером или с утра после пробуждения мы умылись. И тонер, он как бы подготавливает кожу для нанесения следующих позиций уходовых на лицо. Сейчас, в данный момент, я вообще исключила тонер. Вернее, я имею в виду из гиалуроновой кислотой, просто тонер из своего ухода. У меня есть тонер только лишь, допустим, там с кислотами. Это вечерний уход для того, чтобы отшелушивать мягко кожу. А то, что касается там увлажнения, мне хватает то, что я сразу первым этапом наношу витамин С с утра. И мне так лучше. Кожа лучше реагирует, витамин С воздействует. И, соответственно, есть результат, что первым этапом глубже проникновение сразу. Это как бы утренний уход. А в вечернем уходе у меня тонер от марки The Ordinary с 7% гликолевой кислоты. Поэтому мне тоже этого достаточно. Такие вот тонеры я уже больше пока не покупаю. Посмотрим. Это в зимний период. А в летнем мы посмотрим, как кислоты уйдут. Поэтому будут, конечно, буду покупать. Этот тонер такой достаточно экономный. Экономная марка. Конечно же, могу рекомендовать. Он увлажнял. То есть не просто водичка. А действительно увлажнял. И, в принципе, как бы хорошо даже. Поэтому рекомендую. Он недорогой. В золотом яблоке. И даже бывает постоянно на акциях. Следующий тонер у меня закончился с сайта iHerb. Сайт iHerb. Это Лиза Века. Вот такой вот тонер. Мне он очень понравился. Здесь у нас АШ кислоты. Фруктовые кислоты. Очень понравился. Я обязательно его рекомендую. Обязательно буду вновь покупать. Просто сейчас у меня гликолевой кислотой тонер. И обязательно к нему повторюсь. Я обязательно буду покупать. Потому что он действительно классно. На него реагирует кожа. Отшелушивает мягко. Действительно уменьшает высыпание. Подсушивает их. И чувствуешь, как кожа регенерирует. Кожа даже увлажняется. Мне очень нравился. Этот тонер я использовала только в вечернем уходе. И мне очень понравился. И у него такой знаете кислотно-цитрусовый запах. Здесь такой хороший дозатор. Поэтому расход у него был в принципе могу сказать даже минимальный. И мне он понравился. Я вам его рекомендую. Присмотритесь. Вообще марка Элизавета хорошая. Ну, суперская. Мне понравился. Следующая у меня закончилась как раз то, что я говорила про косметическую K-Beauty сайта iHerb. Тоже закончилась одна позиция. Это тоже корейское направление. Так, так, так. Эссенция. Это эссенция. Вот такая вот. Была мини-версия. Что могу про неё сказать? Увлажняла здорово. Это как бы знаете такая жидкость гелевая. Гелеобразная жидкость. Увлажняла здорово. Наносила я ей пользовалась с утра. Тем более после кислот. Когда кислоты на ночь наносишь и с утра хочется больше обильно увлажнять лицо. И вот это средство меня спасало. Но не только это одно средство. Это тоже спасало. Но что могу сказать? Полноразмерку пока я не тороплюсь покупать. Потому что есть как бы другие версии которые мне более нравятся. Но если кто-то заинтересовался могу рекомендовать отзыв от меня хороший. Увлажняет то что эссенция увлажняющая она исполняла свои функции хорошо увлажняла и не подчеркивала шелушения а наоборот их не устранялось. Если таковые существуют шелушения то хорошо как бы воздействовало. Так что присмотритесь это у нас не сказала да марка так это марка бентон здесь было 15 миллилитров но в полной версии намного больше и там с дозатором идет что очень классно. Так что присмотритесь или просто если хотите попробовать то закажите косметическую K-beauty сайт iHerb и вы можете все это попробовать и понять для себя надо вам это или не надо. Следующее я хочу вам показать вот такие вот патчи у меня закончились от марки 5фи Gold тоже заказываю на сайте iHerb даже когда по акции есть здесь у нас 24 карат Gold да коллаген розовая водичка и Bird's Nest птичье там какое-то средство получается что могу сказать значит открывается такая вот крышка и вот все пусто жидкости достаточно в этих патчах мне что не нравится мне не нравится то что нет крышки есть такая вот как бы сказать как она бумажная пленка которая вот так прикрывается сейчас я пользуюсь патчами от этой вот марки буду вам показывать от этой вот марочки и они мне больше нравятся закажу я вновь или нет вот я понимаете они хороши но когда есть альтернатива лучше ты пользуешься лучше но я не могу сказать что они плохие и конечно я могу вам рекомендовать и рекомендую то что они должны делать они увлажняют кожу под глазами они убирают при пухлости даже осветляют выравнивают мелкие морщинки убирают в принципе как бы хорошие многим нравится прям вау 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 для меня вот такого вы знаете вау я не могу сказать поэтому как бы я их время от времени заказываю но не всегда поэтому в ближайшее время конечно заказывать не буду но рекомендовать могу присмотритесь обязательно хранить в холодильнике обязательно и уже показала вот такие вот масочки я заказывала сайта iHerb я им сейчас пользуюсь вот одна из масочек они находились в такой вот коробке здесь покупала что-то по акции здесь у нас сколько масок кажется 10 масок или 5 не знаю а 10 масок по 25 миллилитров да это корейское направление присмотритесь к этой марке вот к этой от этой марки я как раз сейчас пользуюсь патчами мне очень нравится у них патчи очень хорошая форма и хорошая консистенция хорошо работают вот такая вот масочка значит открываете и лекала накладываете себе на лицо и ходите что могу сказать про эти маски мне очень нравятся эти маски они заявлены как увлажняющие питающие также они работают с морщинками очень маски классные мне понравилось и у меня еще они есть я ими пользуюсь конечно не часто но я чувствую что нужно прям обильное увлажнение то что там после процедур после кислот высушивает и нужно чтобы действительно как бы увлажнить кожу я обязательно наношу патчи маску и хожу прям минимум 30 минут могу и больше сколько здесь ходить конечно 20 до 20 минут но я хожу прям минимум 30 минут лекала удачная классная вот на мое лицо оно просто как по мне сшито но я не думаю что у меня большое лицо и не маленькое среднее то есть лекала среднее удачно все раскладывается под глазки все замечательно не надо поправлять не надо разрезать замечательно и очень классно работает классно увлажняет еще раз рекомендую присмотритесь прям the best и последнее что у меня закончилось и будем заканчивать это витамин С первое что я попробовала от сайта херб марка инстанатурал витамин С серум здесь у нас есть герлоновая кислота ферруловая кислота я заказала у них вот этот вот витамин С вот этот вот витамин С они себя рекомендуют как натуральную косметику то есть у них натуральный состав натуральные компоненты у них хорошие отзывы замечательные здесь значит открывается такая даже есть книжечка вкладыш там можете прочитать вот такой вот бутылечек с пипеткой затемненное стекло здесь значит у нас после вскрытия 12 месяцев во время 12 месяцев нужно использовать 30 мл что могу сказать жидкость вот такая вот оранжевая ну сейчас уже как бы у меня там пусто нету но увидите оранжевый цвет то есть такая вот пипетка расход могу сказать что даже не средний и в том числе не минимальный это водичка достаточно такая прям жидкая водичка оранжевого цвета быстро впитывается в кожу быстро высыхает никакой пленки никакого-то там ощущения липкости ничего не присутствует и ты первое время думаешь работает оно или нет но да оно работает я могу рекомендовать этот витамин С для первых людей ну начинающих которые только хотят познакомиться с витамином С и здесь еще есть ферруловая кислота то есть это работает идет легкое осветление если у вас прям сильные пигментные пятна то может быть оно не поможет а если у вас допустим слабые пигментные пятна то оно может их устранить запросто у меня быстро оно закончилось для меня это была легкая консистенция потому что я уже такой человек в этом моя кожа уже в этом пропитана и кислоты у меня есть такие достаточно агрессивные витамин С я использую конечно же я больше заказывать это средство не буду потому что для меня оно слабенькое но то что касается начинающих которые только-только начинают или у которых очень-очень чувствительная кожа я рекомендую вы увидите результат лицо подсвечивает а лицо увлажняет лицо питает и оно действительно делает такое конечно после него нужно закреплять и носить либо крем либо какие-то там сыворотки которые вы наносите но как бы для меня оно я еще раз повторюсь оно слабоватое но все равно я увидела минимальные но результаты я думаю что у кого я перечислила для кого оно возможно оно будет служить просто на ура и следующий витамин С я о нем рассказывала в одних из покупочек это марка Леврана покупала в золотом яблоке 30 миллилитров это тоже натуральная косметика марка Леврана себя зарекомендовала как экопродукт натуральный как в принципе и вот эти значит он находится вот в таком вот футляре тоже с пипеткой тоже затемненное стекло он конечно расход марка Леврана российская расход имеет средний уже не минимальный тоже такая жидкость но жидкость была мутненькая просто прозрачная не желтая запах такой-такой-то даже цветочный что ли этот больше запах наверное вот здесь аскорбинка пахла вот здесь вот пахла аскорбинка я думаю что там была в минимальной дозировке карбиновая кислота здесь конечно же дозировка не пишется сколько витамин С но что я могу сказать очень хорошо увлажняла кожу очень хорошо увлажняет кожу тоже рекомендую для начинающих для очень-очень чувствительной кожи конечно сразу эффект вы не увидите но если вы будете применять где-то так с недельки две полторы и вы увидите посвечивание из-под кожи то есть витамин С вы увидите результат тоже работают с пигментными пятнами но опять же заикнусь для меня это слабовато витамин С у меня кожа толстокожая поэтому мне надо посильнее и я сейчас как бы жду новую посылку с новым витамин С и другими там позициями и я другим сейчас витамин С пользуюсь от марки The Ordinary все расскажу тоже в пустых банках когда закончится вот этот вот витамин С рекомендую он хороший он очень хороший но те которые уже не новички которые уже там продуманы так сказать которые кожа привыкла им надо конечно сильнее либо допустим в летний вариант в летний период он может тоже хорошо послужить почему бы и нет и даже может быть я буду его в летний период заказывать посмотрим но я рекомендую классный классный витамин С потому что он хорошо увлажняет и хорошо питает ну в принципе это все что я вам хотела рассказать я рада очень что вы дошли до конца и прослушали два видео две части по поводу пустых баночек всем желаю всего хорошего берегите друг друга заботитесь себе ухаживайте питайте свою кожу занимайтесь своим здоровьем будьте здоровы и еще раз с наступающим новым 2020 годом увидимся наверное уже в новом году если я еще что-нибудь не на скорую руку не захочу вам отснять и показать может быть сам новый год потому что мы планируем пойти гулять в центр и наши красоты отсниму и обязательно вам покажу ставьте пальчики вверх если вам не трудно если вам понравилось это видео оставляйте свои пожелания подписывайтесь подписывайтесь на канал и до новых встреч в новом году всем пока-пока